всем привет с вами ванок что такое рп проекты для варбанда это разношерстные многочисленные моды которых объявила одна цель создать единый живой мир в рамках которого ты не просто сражаешься но ты живешь как практически реальность жизни у тебя есть профессии у тебя есть какой-то стимул существовать в этом мире клановая и архия и тому подобное проектов таких было достаточно много какие-то выделялись более тщательной проработкой какие-то просто улетали сразу в небытие но тем не менее это направление получилось свое развитие и в принципе можно сказать что но очень даже удалось для оплённых людей такие вот моды оказались тем самым что они вообще ждали от игры то есть не просто сражение и просто битвы а нечто больше первой ласточкой в этом правлении в рамках баналорда стал life in кальраде который нам продемонстрировал возможности некоторых таких вот расширенных именно что сельских возможностей то есть мы могли заниматься земледелием обустройством самого дома и некоторым другим вещами это конечно было лишь зачаток будущего проекта он сам по себе дальнейшего развития не получил но уже тогда было видно что есть потенциал дальнейшие объекты такие механики также появились в баналорд онлайн но они должного развития не получили просто ну потому что это был проект несколько про иные вещи то есть просто там присутствует возможность на раннем этапе возделывать поля чтобы получить свой первый заработок и вот сегодня мы взглянем на наследника этих самых проектов под названием persistent empires и его суть заключается именно что в создании такого вот большого масштабного мира в котором ты можешь всесторонне отыграть свой персонаж у тебя будут различные профессии различные возможности клановые механики возможности организовываться в какой-то там отдельная структуру и ходить друг с другом сражаться не без этого ну в общем на самом деле много возможностей то есть ты можешь и мирную жизнь вести и военных действиях участвовать все это будет происходить на большой масштабной карте по предварительным данным эта карта размером почти 8 квадратных километра с несколькими силенными пунктами с одним большим городом ну и само собой кучи механик уже сейчас разработчики рассказывают нам о таких вещах как рынки создаваемые доспехи оружия денежные мешочки которые будут падать персонажи ну или да вы сами можете их выкидывать и то есть делиться деньгами с другими игроками можно будет через них инструментарий для системы крафта гораздо более расширены нежели мы видим в нлорде особый инвентарь персонажа позволяющий нам не просто его экипировать но и заниматься менеджментом различных наших предметов лежащих у нас в инвентаре ресурсов тому подобных подвижный объект например тележки который может быть перетаскивать строительную систему или наоборот систему разрушения за счет того что вы будете использовать специально с одно сооружение вы сможете ломать вражеские замки также несомненно будут присутствовать различные механики управления фракциями система классов различные профессии это рыбалка фермерство собирательство ну и многое другое в общем проект уже сейчас очень перспективно выглядит он находится в стадии закрытого альфа теста и вроде как скоро пример так нам обещают будет открыт уже открытый бета-тест и на него могут все посмотреть и я скажу так что конечно же это довольно интересное направление развития вещь которая в принципе может заинтересовать многих игроков но это все-таки как ни крути еще один мультиплеерный мод а с мультиплеером пока чтобы ворда не очень все-таки все строится тут дело банально в том что когда пошли многочисленные модификации для варбанда сам себе мультиплеер варбанда был почете в нем много людей играл и соответственно на этой почте многие люди пошли просто смотреть различные выходящие моды и за счет этого ряд проектов реально выстрелил банк лорда несколько иначе ситуация в него в принципе людей сейчас именно мультиплеер играет мало кучу народа уже оттянул на себя црпг ранее еще банк лорд онлайн очень неплохо взялся сейчас входят новые проекты появляются перспективные вариации развития но есть подозрение что может быть именно вот такая вот тухленькая ситуация может такого это интересный проект загубить я все-таки надеюсь что конечно же так не получится что persistent empires удастся что он зайдет потому что ну и достаточно интересное вообще направление потому что в принципе если вот так вот смотреть у многих игр которые можно вот так серьезно модифицировать как банн лорд есть свои такие же направления например очень серьезно развито сейчас направление таких вот рп модов рп серверов для gta то есть в принципе и если разработчики сделают все по уму реализует достаточное количество контента очень даже есть большие шансы что persistent empires выстрелят особенно если в нем будут механики схожие с тем что игроки видели на стратегусе статегус это что это такое ответвление от црпг позволяющая свое время заниматься захватом территорий борьбой за эти самые территории ну то есть с такой вот стратегической частью не просто то есть бегаешь рубишься качаешься а все-таки нечто большее и в принципе в этом направлении тоже можно завивать свою публику что касается потенциал данного моды с точки зрения игрового процесса то видно что ребята которые этим модом занимаются обладает достаточно хорошими познаниями у них очень сильные программисты и они делают уже сейчас очень много интересных вещей таких вот что прямо смотришь и поражаешь насколько же большие возможности сейчас нам дает банн лорд ну и соответственно сколько люди толковые могут серьезно в нем развернуться то есть вот эти все механики связанные с профессиями с различными элементами игрового процесса тоже инвентарь например это все на самом деле не так уж легко реализовать на первый взгляд но смотришь и видишь что реализовано и вроде как даже с гораздо меньшим количеством костылей чем в варбанде было ну и в принципе это то что разработчики делают говорит нам о том что у них очень большой потенциал настолько большой что даже возможно когда-нибудь если они выставили с этим модом они задумаются как нет другие разработчики на создание собственного проекта как допустим в свое время задумался час его команда правда до этого еще слишком далеко даже основной проект еще не вышел на открытую версию и загадывать здесь явно не стоит но то что я вижу по видеороликам от разработчиков говорит мне о том что как минимум обратить внимание на этот проект надо так что ребятам следим все за персистент мпс несомненно когда этот мод выйдет уже в оба то я еще раз на него как минимум один раз взгляну ну и соответственно будем за ним пристально все следить ну а с вами был ванно спасибо за просмотр данного видеоролика не забывайте подписываться на канал и остались комментарии и всем удачи